Доброе время и суток! Это короткое видео посвящено очень важной теме — аргиастическим состояниям и тому, как они практикуются в современном обществе. В наше время принято придерживаться скромности. Человек всегда как бы наполовину не бодрствует. На эту половину он нехотя потворствует своему желанию в валидации. Сейчас важна скромность, немногословность и закрытость. Используются такие слова, которые произведут впечатления на всех людей вокруг. Таким образом формируется устойчивая языковая игра, благодаря которой индивидуум может предсказать то, с чем согласится собеседник. Он жаждет согласия, он не мыслит свою жизнь без одобрения. Он считает, что его мнение должно быть принято и установлено. Естественно, если твое мнение не подтверждено хотя бы какой-то символической системой, то ты психотик. Часто проблема возникает в другом. Средства массовой информации позволяют вписаться в любую символическую систему. Если по той или иной причине ты теперь часть недрадиционной символической системы, то ты не можешь получить валидации в окружающих. Фром указывал, что те, кто не подчинился традиционной, разумеющейся символической системе, часто поддаются аргиостическим состоянием. Цитирую. Симптомы алкоголизма, наркомании, эртомании и самоубийств в современном обществе — это симптомы того, что покориться группе не вполне удалось. Более того, этот способ решения проблемы затрагивает в основном душу, а не тело, и поэтому не идёт ни в какое сравнение с аргиостическими решениями. Групповая покорность обладает только одним достоинством — она стабильна, а не периодична. Аргиотического наслаждения можно достичь множеством способов, помимо вышеперечисленных, например, с помощью еды и массовых мероприятий. Человек, живущий от празднества к празднеству и не имеющий отношений, построенных на доверии и цимопонимании, отрывается от общества всё больше, становясь маргиналом. Маргиналы также образуют свою языковую игру, символическую систему, часто непрочную, но имеющую сниженный порог для прохождения валидации. Члены общества маргиналов не порицают друг друга за маргинальные ценности. Таким образом, получить валидацию становится легче. Цитирую. «Один из способов достижения этой цели составляет все виды аргиостических состояний. Они могут принимать форму транса, в который человек вводит себя, порой с помощью наркотиков. Многие ритуалы первобытных времён представляют собой живую картину такого способа решения проблемы. В состоянии трансовой экозальтации внешний мир исчезает, а вместе с ним и чувство отдалённости от него. Ввиду того, что эти ритуалы совершались сообща, добавлялось переживание слияния с группой, делающее этот способ решения ещё более эффективным. С этим аргиостическим решением проблемы близко связано и часто смешиваются сексуальные переживания. Половое удовлетворение может вызвать состояние, подобно произведённому трансам или действиям определённых наркотиков. А пряды коллективных сексуальных оргий были частью многих первобытных ритуалов. Кажется, что после аргиостического переживания человек может некоторое время не испытывать сильного страдания от своей оттельности. Постепенно тревожное напряжение снова нарастает и благодаря повторному исполнению ритуала опять спадает. Пока эти аргиостические состояния входят в общую практику племени, они не порождают чувство тревоги или вины. Поступать так правильно и даже добродетельно, потому что это путь, в котором идут все, одобрённый и поощряемый знахарями и жрецами. Следовательно, нет причины чувствовать вину или стыд. Совсем другое дело, когда то же самое решение проблемы индивид избирает в культуре, расставшейся с этой общей практикой. Алкоголизм и наркомания — вот формы, которые индивид выбирает в неаргиостической культуре. Противоположно с тем, кто участвует в социально одобрённом действии, такие индивиды страдают от чувства вины и угрызений совести. Хотя они пытаются избежать отдалённости, ища прибежища в алкоголе или наркотиках, они чувствуют ещё большее одиночество после того, как аргиостические переживания заканчиваются, и тогда вынуждены возвращаться к нему всё чаще и интенсивнее. Сексуально-аргиостические решения проблемы мало чем отличаются от этого. В определённой мере это естественная и нормальная форма преодоления отдалённости, а также частичный ответ на проблему изоляции. Для многих индивидов, чья отдалённость непреодолима иными способами, стремление к сексуальному удовлетворению принимает такой характер, что становится почти неотличимым от алкоголизма и наркомании. Оно становится отчаянной попыткой избежать тревоги, порождаемой отделённостью, и ведёт к ещё большему увеличению чувства отделённости, поскольку половой акт без любви никогда не может соединить края пропасти, разделяющей двух людей. Разве что на краткий миг. Психологическая зависимость – первостепенный попутчик любого аргиостического решения. Если чтобы прийти в состояние отсутствия страданий, человеку требуется постоянно прибегать к аргиостическому состоянию, то мы можем констатировать наличие у него психологической зависимости от этих состояний. Зачастую со временем каждому психологически зависимому человеку становится понятно, что он зависим. Чтобы выйти из состояния безысходности в трезвую жизнь, такому человеку нужно найти людей, разделяющих, поддерживая им символическую систему. Ему необходимо получать заветную валидацию в обществе или человеке, поддерживающих смысл его языковой игры. Одну причину невротического развития можно обнаружить в том, что у мальчика любящая, но излишне снисходительная или властная мать и слабый, безразличный отец. В этом случае у него может закрепиться детская привязанность к матери, и он разовьется в человека, который зависит от матери, чувствует беспомощность, обладает выраженными чертами рецептивного характера, склонного подвергаться влиянию, быть опекаемым, нуждаться в заботе, а отцовских качеств, дисциплины, независимости, способности полагаться на самого себя ему не достает. Он может стремиться найти мать в ком угодно, в женщинах ли, в мужчинах ли, обладающих авторитетом и властью. Если же мать холодная, неотзывчивая, властная, он может либо перенести потребность в материнской защите на своего отца и впоследствии на тех, в ком будет воплощаться образ отца. В этом случае конечный результат схож с предыдущим. Либо он разовьется в человека, односторонне ориентированного на отца, и будет полностью подчинен принципам закона, порядка и авторитета, лишенной способности надеяться на безусловную любовь и ее принимать. Развитие таких качеств усугубляется, если отец деспотичен и в то же время сильно привязан к сыну. Что характерно для всех видов невротического развития, так это недостаточность одного из начал, отцовского или материнского. А в случае более тяжелого невротического развития происходит смешение ролей матери и отца. Их видят и в реальных людях, и в тех образах, какие сложились внутри сознания. Дальнейшее исследование может показать, что определенные типы неврозов, например, невроз навязчивых состояний, развиваются чаще на основе односторонней привязанности к отцу. Другие же, например, истерия, алкоголизм, неспособность самоутвердиться и реалистически смотреть на жизнь, а также депрессии, проистекают из ориентированности на мать. Субтитры создавал DimaTorzok